Это видео о том, как организовать работу в премьере, ну или просто организовать работу. Для меня все начинается обычно с того, что мне нужно структурировать данные, потому что я видел, очень многие работают с неструктурированными данными, когда все исходники видео, картинки, звук, все в одной папке и куча файлов вместе. Я называю это братской могилой. В принципе, когда их немного, то это не страшно, наверное, можно не париться. Но когда большие проекты возникают, то тогда с этим работать сложно. Вот, допустим, если мы в проект закидываем файлы, то они тут могут отображаться совершенно по-разному. То есть они могут отображаться так, могут отображаться так. Можно регулировать степень отображения, можно задать, как они будут отсортированы по имени, по типу и так далее. То есть это, конечно, помогает тоже структурировать данные, но я предпочитаю работать по-другому. У меня есть папка new. Это исходная папка, в которой у меня уже созданы стандартные папки, с которыми я обычно работаю, и заготовки проектов, программ, с которыми я тоже работаю, с теми настройками, которые надо. Соответственно, при создании нового проекта я создаю папку проекта и копирую необходимые мне папки. Чаще всего это все папки, которые тут отображены. Я просто их копирую. И дальше уже так называемую братскую могилу я распределяю по этим папкам. То есть документы я закидываю в док, картинки закидываю в имидж, тоже картинки, имидж, видео закидываю в видео. Да, на это уходит какое-то дополнительное время, но это очень помогает потом в работе, ну, лично мне. Все, что связано со звуком, я закидываю в звук. В данном случае я копирую, а так, ну, я бы это все закинул бы туда, и так бы оно там и оставалось. И дальше при вот такой работе, вот, у меня опять-таки есть файл проекта, то есть я могу все это отсюда удалить. Ну, есть различные варианты, как это делать. Сейчас тут видео докопируется. Ну, пока, допустим, мне нужны картинки и звук сейчас. Я могу прямо эти папки сюда закинуть. Мне удобнее работать так. И, соответственно, у меня уже есть папка с картинками, папка со звуком. Точно так же вот папка с видео сюда уже закинулась. Можно добавить папку видео. И я, соответственно, могу с этим работать. Кроме того, я могу организовать свое рабочее пространство. Так что одновременно у меня есть и папка, где я вижу проект. И параллельно я могу работать с видеофайлами. Точно так же картинки, да. То есть я могу организовать свои картинки, с которыми я тоже работаю и что-то делаю. По поводу создания и организации проекта. Ну, то есть в принципе, когда открывается новый проект, то он выглядит приблизительно как-то так. Он в режиме эдитинг там или там обучение может быть там и так далее. Я организую свое рабочее пространство и создаю себе там новое пространство. Но вот здесь workspace, то есть можно это самое создать как новое рабочее пространство. Ну, помимо этого, я организовываю себе в своем проекте. То есть можно перетягивать папки, а можно сразу здесь создать папку image. Можно сразу создать папку image. Можно сразу создать папку видео. Только она сейчас получилась на... Вот. То есть можно папки в папке создавать, можно отдельно. Там папку sound. При работе с большими проектами это очень помогает, это важно. Точно так же, ну, я сейчас, возможно, открою какой-нибудь свой проект. То есть у меня много секвенций может быть. Поэтому я и создаю еще папки, папку для секвенций. И, соответственно, все это расставляю здесь. Что еще важно? Для меня, например... Ну, мы сейчас, я, допустим, вставлю видео какое-то. А, у нас не создано ни одной секвенции. Соответственно, нужно создать секвенцию. Выбираем секвенцию. Ну, так как мы работаем в Full HD, то это что-нибудь вот такое. Там 1080p, 25 или 50, в зависимости от того. Ну, если 29,7 кадров в секунду, то тогда 30. Можно выбирать. И вот у нас секвенция. Когда у нас вот здесь на таймлайне выбрана секвенция, мы можем смотреть настройки секвенции. Ну, то есть тут тоже. Вот у нас разрешение картинки, частота звука, количество кадров в секунду. И что вот в стандартном режиме, вот в таком, да, ну, даже если подвинуть это сюда, то таймлайн достаточно маленький. В связи с этим я, например, больше, ну, если у меня работаю в одном мониторном режиме, то я тогда переношу окна наверх. Вот тут премьер показывает в зависимости от того, как отображается, где будет окно, которое мы добавляем. То есть если мы его добавляем в верхнюю полоску, то оно станет одной из закладок. Если вот так ниже, то оно станет отдельным окном. Таким образом можно организовать себе полностью рабочую пространство. Можно в медиабраузер сюда. Ну, можно пользоваться здесь медиабраузером, не перетаскивать из проводника, а заходить здесь и напрямую в окно проекта перекидывать то, что нужно, ну, кому как больше нравится. Некоторые окна вообще можно поубирать, если они мешают и ими не пользуются. Ну, например, LibreVis не пользуюсь, закрыл. Metadata не пользуюсь, закрыл. Маркеры не пользуюсь, закрыл. History не пользуюсь, закрыл. Инфо не пользуюсь, тоже закрыл. Ну, аудиомиксер желательно, чтобы был, эффект контрол надо, эффекты тоже можно в это окно, допустим. Чем это удобно? Что внизу таймлайн, окно таймлайна максимально большое и удобно работать. Здесь у нас, получается, окно просмотровое. Так, не попал я в папку, вот тебе не попал. Соответственно, мы работаем с видео. И сейчас, допустим, еще звук добавлю. Вот папку звук. И у нас еще есть source, окно source, то есть источник. В этом источнике мы можем выбирать тот фрагмент, который нам нужен, слушать и ставить маркеры in, это i, допустим, или здесь нажать, и out, допустим, здесь. И дальше вот мы можем этот аудиофрагмент перетащить на таймлайн и с ним работать. То же самое, если нам нужен фрагмент видео какой-то, то есть вот он по двойному клику из окна проект, оно открывается в окне source, и тут мы можем смотреть, что происходит. И если нам нужно какой-то фрагмент отдельный выбрать, мы берем и мы можем взять, ну, в данном случае тут видео без звука, поэтому звук неактивный, и мы можем схватить за видео. Если есть видео и звук, то есть вариант вообще схватить вот отсюда, то есть с самого окна видео, и тогда сюда на таймлайн встанет окно видео. Ну и так далее. То есть таким образом мы размещаем свое рабочее пространство, делаем его удобным для нас, то есть если на таймлайне не хватает места, то можно окно там уменьшить, увеличить, для того, чтобы смотреть то, что происходит. Дорожки эти тоже, они, если сальтом навести на дорожку, то она раскрывается. Отображение можно тоже поменять, то есть видео-хэд, и отображение чего там еще происходит. Так, что тут у нас еще есть. Вот, и континьюис, да. То есть я буду делать фильмы и кадры, чтобы оно показывало. То же самое с дорожкой звука. Здесь можно, если не хватает пространства для звука, отображать. Что еще? С альтом изменяется горизонтальный масштаб. Ну, в разных версиях программ может быть это по-разному. Вот такой вариант организации рабочего пространства. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...